Доброго времени суток всем зрителям и подписчикам моего канала. С вами Вера Лисица, мир элитных просумы. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны, задавайте вопросы, оставляйте комментарии. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Я буду очень рада нашему взаимодействию. Сегодня в серии ностальгия по летним краскам мы посмотрим как выглядел мой сад 20 июня 2021 года. Перед вами замечательная роза восточный экспресс американской селекции Тони и Лин, которую вывели в 2001 году и она является спортом от знаменитой Глории Дэй. Вот такие огромные ароматные цветы диаметром до 15 сантиметров. Форма цветка и форма куста, такая же как у знаменитой Глории Дэй, спортом от которой является этот сорт. Его название второе Пульман Ориент Экспресс и эта роза имеет замечательный фруктовый аромат. Высота куста у меня в саду где-то около метра. Она относится к шестой зоне морозоустойчивости. Великолепная роза с малиновым краем и желтой серединой. А это ее прародительница Глория Дэй, которую вывели во Франции в 1945 году, которая была вывезена в Америку и выращивается под названием Пис до сих пор. Это самая знаменитая роза во всем мире. У нее фруктовый сильный аромат, огромные цветы диаметром 15, у меня даже больше было сантиметров. И у нее также высота куста где-то около метра в моем саду. А это замечательная розочка Иоганн Вальфанг Пон Геотте. Она была выведена в Германию иверсом и имеет яркий насыщенный аромат, диаметр цветка до 14 сантиметров. Высота куста у нее 100 сантиметров, относится к шестой зоне морозостойкости и имеет хорошую устойчивость против черной пятнистости и среднюю устойчивость к мучнистой росе. Отбильная непрерывно цветущая роза селекцитантау Аспирин, имеет слабый аромат, диаметр в точках 4-6 сантиметров, относится к пятой зоне морозоустойчивость, имеет великолепную устойчивость к заболеваниям. Очень ароматная и необыкновенно красивая роза с сиреневыми цветами вот такой вот необычайной формы Клод Брасер, выведенная Нюьяном в 2006 году, относится к шестой зоне морозоустойчивость. И бельгийская Минерва, селекции Мартина Виссерса, относящаяся к шестой зоне морозоустойчивости, с сильным ароматом, высота куста 170-80 сантиметров. И еще одна француженка Эмильен Гио, селекции Моссад, тоже очень морозоустойкая роза, относящаяся к пятой зоне, у нее цветочки диаметром 8-9 сантиметров, прекрасная устойчивость к заболеваниям. А это роза Джубели, Celebration, выведенная Остином в 2002 году, прекрасная роза с крупными цветами до 14 сантиметров, с сильным ароматом, относящаяся к шестой зоне морозоустойчивости. Соня Рикель, селекции Моссад, такие у нее замечательные нежно-розовые цветы, диаметром 12-13 сантиметров, с великолепным ароматом, шестая зона морозоустойчивости. Непрерывно цветущая, обильно цветущая и очень ароматная роза селекции Деррида Остина, которая цветет до самых морозов, Крокус Роуз. Это француженка селекции Моссад Эллади Гассюен. Легкий аромат, диаметр цветочка 12-14 сантиметров, высота куста 170 сантиметров, относится к пятой зоне морозоустойчивости и прекрасная устойчивость к заболеваниям. И вновь осенька Тестер Бельвильз, с легким ароматом, диаметр цветочка 12-13 сантиметров, высота куста где-то 150 сантиметров, относится к шестой зоне морозоустойчивости и имеет великолепную устойчивость к заболеваниям. И моя любимица Бельвидер, селекции Тантау, диаметр цветочков до 14 сантиметров, высота куста у нее около метра, относится к пятой зоне морозоустойчивости. В моем саду требуют профилактических обработок. И начала свое цветение роза Кром Принцесс Маргарит, селекции Дэвида Остина. Великолепная устойчивость к заболеваниям, замечательный аромат, диаметр цветка 10-12 сантиметров, высота до 180 сантиметров, относится к шестой зоне морозоустойчивости. Великолепная и очень-очень красивая роза. И еще одна роза селекции Дэвида Остина, Спирит оф Ритамс. У нее диаметр цветочков до 14 сантиметров, нежно пахнет мирой, высота куста до 150 сантиметров, в отношении к шестой зоне морозоустойчивости, имеет великолепную устойчивость к заболеваниям. И еще одна роза селекции Дэвида Остина, Спирит оф Ритамс. И еще одна роза селекции Дэвида Остина, Спирит оф Ритамс. Оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Всем спасибо и до свидания!